Бобры Бобры – уникальные животные, обитающие вблизи водоемов. Они являются одними из самых известных и трудолюбивых строителей в природе. Эти удивительные создания играют важную роль в экосистеме, регулируя уровень воды и создавая благоприятные условия для обитания других видов. Плотины позволяют им создавать искусственные острова или возвышенности, на которых они могут чувствовать себя в безопасности от хищников, например, лисиц, филинов или волков. Бобры не строят плотины всегда, где они поселяются, лишь тогда, когда уровень воды недостаточен, чтобы закрывать входы для их нор, либо для транспортировки древесины. Плотины – это трудоемкий процесс, поэтому, если река или пруд позволяет, то они живут без плотин и, так скажем, используют древесину только для запасов и для питания. Строительство плотин происходит в основном в начале лета и продолжается до конца осени. Однако оно может начинаться и в другое время, в зависимости от климатических условий и доступности материалов. В основном бобры используют ольху, осину или иву. Благодаря своим мощным резцам они с легкостью справляются даже с деревьями диаметром в 15 см. Просто на них затрачивается чуть больше времени. Бобры подгрызают ствол таким образом, чтобы он упал в нужном направлении, а затем отделяют ветки и разделывают его на куски, которые перетаскивают к месту будущей плотины. Одни части дерева зверек с силой втыкают заостренным концом в дно, а другие закрепляют между ними, чтобы сооружение не унесло течением. Для надежности промежутки в конструкции трудолюбивые строители набивают ветками, листьями и глиной, принося это все к месту строительства в передних лапках. Мы сейчас производим такие измерения показателей почвы, остаются ли там, например, химические вещества, удобрения и стоки с полей. Мы заметили, у нас в республике Татарстан антропогенное влияние очень высокое и много дорог, и бобры, так скажем, приспособились к этому. Они не строят длинную большую плотину, а просто закрывают вход в трубу, которая проходит под этой дорогой. Конструкции жилищ могут различаться в зависимости от характера местности. Используя выступы берегов, бобры способны возвести плотины длиной в несколько десятков метров. Но на строительстве все не заканчивается, надо постоянно следить за жилищем, регулировать уровень воды, ремонтировать. Поэтому здесь требуется большая совместная работа, так что на одном водоеме может быть несколько семей. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универновости.